Всем привет! Сегодня я буду перерисовывать свою старую работу, а заодно расскажу о своем новом наборе для графики от Faber-Castell. Начнем с набора, а потом перейдем к работе. Вы все уже знаете, что Faber-Castell это одна из моих самых любимых фирм. Можно брать практически любой материал этого производителя и быть уверенным, что это качественная вещь. Считается, что именно Faber-Castell изобрели простой карандаш в его привычном понимании, то есть графитовый карандаш в деревянной оболочке. Занимаются они изготовлением карандашей с 18 века и говорят, именно карандаши этой марки использовал Ван Гог. Думаю, за такое время Faber-Castell на карандашах собаку съели и приблизили все параметры к идеалу. Я уже рассказывала о продукции этого бренда и сталкивалась с тем, что люди не обращают внимания на серию, в которой выпущен материал. Они говорят, я купил карандаши Faber, а они не такие, как вы о них рассказываете. Поясню. Посмотрите, какой цвет основной в упаковке вашего материала. Дело в том, что вся продукция Faber-Castell делится на несколько серий. Красная для детей, синяя для студентов и зеленая для профи. Некоторые материалы, например, цветные карандаши, представлены сразу в трех сериях и отличаются между собой по многим свойствам, потому что у каждой группы людей свои потребности и свои возможности. Если упаковка ваших карандашей не зеленая, значит это не те карандаши, о которых я рассказываю. Сегодня поговорим о наборе для профессионалов. К этим материалам самые строгие требования, но и цена выше, потому что когда вы работаете профессионально, вам важно, чтобы никакие даже самые мелкие недостатки материала вас не отвлекали, и вам не так уж и важна цена, потому что вы работаете за деньги и материалы себя окупают, и поэтому материалы могут стоить дороже. Этот набор состоит из 19 предметов. Три водорастворимых графитовых карандаша, кисточка, три классических графитовых карандаша, три толстых графитовых карандаша, три графитовых карандаша в лаке, два толстых графитовых мелка, клячка, точилка для толстых и тонких карандашей, растирка и ластик. Упаковка набора жестяная, действительно удобная, это классика. Графитовый карандаш это материал, в котором я рисовала свои первые портреты. Очень люблю графику и мне гораздо комфортнее работать в ЧБ, особенно если дело касается иллюстрации. В этом наборе графит представлен вообще во всех возможных вариантах для того, чтобы чувствовать себя максимально свободно. Каждый в нескольких степенях мягкости и именно в тех, которые выбрала бы я. Мягкий, средний мягкий и очень мягкий. Универсальный набор. Так, перейдем к самим карандашам. Первые это водорастворимые карандаши. Я никогда не пробовала водорастворимые карандаши и вообще о них известно не так уж и много. Я никогда не видела художников где-нибудь в инстаграме, которые бы использовали такие карандаши. Но сегодня я попробую новую для меня технику с добавлением в работу воды. И как раз посмотрю, как они работают. В наборе они присутствуют в трех мягкостях. 2Б, 4Б и 8Б. Ощущения от них не отличаются от обычных карандашей. Вообще хотелось бы получить такой эффект, когда графитовая линия переходит в размытую акварель. Пока у меня такое не очень получилось, но это то, к чему я буду стремиться. Я попробовала их и мне показалось, что это совсем другая техника, отличная от карандашной. Где ты размоешь и как ты размоешь, нужно знать заранее, чтобы не получилось грязь. А еще нужно какое-то время попрактиковаться, чтобы понимать, какой интенсивности оттенок получается и сразу наносить нужный слой карандаша. Они поддаются стиранию даже после размытия. Удалить карандаш в ноль, конечно, не получится, как и любой другой мягкий карандаш. Кисть. К этим карандашам прилагается кисть для размытия. На кисти написано 9 и больше ничего, но несложно догадаться, что это синтетика. Вполне приятная, тонкий кончик подходит для рисования тонких деталей, но при этом у основания она достаточно толстая, чтобы покрывать большие поверхности. Следующие карандаши это три классических карандаша из серии 9000, которые я давно знаю, которыми работаю уже очень много лет. Именно эти карандаши являются визитной карточкой фирмы. В серии чернографитных карандашей Castle 9000 представлено 16 различных степеней твердости. Это просто ван лав, потому что в них сошлись все плюсы. Мягкое дерево, которое приятно точить и которое никогда не дает щепку. Грифель, который не бьется, даже если карандаш падает с высоты. Никаких крупинок в грифеле. Я использовала очень много этих карандашей и ни разу мне не попалась ни одна крупинка. У тех же кахиноров, которые все очень любят, мне постоянно попадается этот песочек. Грифель доходит до самого конца, поэтому с помощью держателя карандаш можно использовать практически в ноль, и это весьма экономно. Еще кое-что очень важное. Маркировка находится на кончике карандаша. Если цифры, которые обозначают мягкость, находятся на середине карандаша, то они быстро стачиваются, и вы больше не знаете, какой карандаш берете. Его приходится каждый раз дополнительно пробовать на отдельном листе. И еще одна вещь, которую вы, возможно, не замечали, чем эти карандаши тверже, тем тоньше диаметр сердцевины. Следующие три карандаша это 9000 джамбо. Это те же 9000, но с более толстым грифелем и в более толстом корпусе. Я их пробую впервые. Первое, что я отметила, это как удобно они сидят в руке. Они такие тяжеленькие, и мне это понравилось. Тоже хорошее дерево, та же технология проклейки грифеля, но выпускаются в пяти степенях твердости. HB, 2B, 4B, 6B и 8B. Следующие карандаши это цельнографитовые карандаши линейки PIT 2900. Их три штуки. В мягкостях 3B, 6B и 9B. Вот с ними нужно быть уже осторожнее и лишний раз не ронять. Они пролачены и поэтому не пачкают пальцы. Сама толщина грифеля здесь естественно толще, поэтому они предназначаются для работы с большими поверхностями. Далее у нас мелки. Еще более толстые цельнографитовые мелки, той же линейки PIT. Их две штуки, 6B и 9B. Диаметр составляет 12 мм. У них одна сторона заточена, а другая нет, поэтому они могут выполнять разные функции в зависимости от того, какой стороной вы их используете. Линия может быть совершенно разная, очень толстая или совсем тоненькая. Можно вообще использовать ребро. Также можно поэкспериментировать с текстурами, подкладывая различные поверхности под лист. Их хорошо использовать для набросков и брать куда-то с собой, потому что они многофункциональны. Но не забудьте с собой влажные салфетки. Корпус этих карандашей открыт и карандаши пачкают пальцы. Хотя из этого можно извлечь профит и использовать графит с пальцев для легкого дымчатого эффекта. Только не увлекайтесь. Клячка. Это один из моих основных любимых инструментов. Эту клячку я не стала открывать, потому что у меня пока еще не совсем загрязнилась старая. Клячка может деликатно снять верхний слой карандаша, если вы перебрали с тоном. Вы слегка прикладываете ее к нужному месту, и она как бы примагничивает к себе часть грифельного слоя. Можно слепить ее так, что она станет острый, и ей можно будет изобразить тонкие высветляющие штрихи. Также клячку можно использовать вместо ластика, если вы использовали не слишком жирный карандаш, и она совсем не дает крошки. Следующая у нас точилка. Я обычно не пользуюсь точилками, предпочитаю затачивать карандаши ножом поострее, по длине, но у точилки имеется два отверстия, тонкое и толстое. И вот толстый я, наверное, буду использовать для цельного толстого мелка. Ластик. Ластик выглядит очень клево, он фирменный темно-зеленый, я не нашла такого в продаже. Как я уже говорила, клячка не может полностью заменить ластик. Резинка это тяжелая артиллерия, когда вы сильно накосячили, и вам нужно убрать не только верхний слой, а все подчистую. Этот ластик практически идеальный, никакого песка в составе, мягкий, бережет бумагу, виниловый. Ну, насчет дуст фри все-таки натяжка, потому что катушки все-таки будут. И последний инструмент это растирка. Вы знаете, я не люблю эти бумажные палочки, в основном и со звука, которые они издают. Вместо нее я бы положила в набор наждачку для заточки карандашей, хотя у меня она уже есть. Ребята, поделитесь идеями, как еще можно использовать растирку, кроме как по прямому назначению. А теперь перейдем к рисунку. Я решила перерисовать свою старую работу. Она была нарисована не на заказ, на ней изображена моя бабушка. Рисую я со старой фото, сделанной в студии. Это фото моя бабушка посылала дедушке на фронт. С тех пор, как я ее рисовала, многое в моем рисовании изменилось. Мне показалось, что сейчас работа будет сильно отличаться, и это будет интересно. Решила немного по-другому ее закомпоновать и перенести цветы с платья на фон. В моем новом наборе были графитовые водорастворимые карандаши, и мне пришла идея немного поменять мою технику и использовать воду. И это была роковая ошибка. Я делаю акварельный подмалевок, когда рисую цветными карандашами, и мне это очень нравится. В этой технике цвета ярче и плотнее. Вот я и решила, что возможно и с графитовым карандашом такой подход сработает. Я взяла бумагу фабриана 200 грамм на метр, она у меня в формате А3. Бумага большего формата у меня закончилась. И как вы понимаете, чтобы натянуть бумагу на планшет А3, у нее должен быть формат больше, чем А3. И вот я не нашла лучшего выхода, кроме как наклеить малярным скотчем бумагу на планшет. Я видела, как это делают акварелисты, и у них все получается. Теперь-то я понимаю, что нужно было включить логику. Понятное дело, малярный скотч не удержит мокрый лист. Но я куда сильнее все-таки задним умом. Естественно, как только я дотронулась первой каплей воды до бумаги, она начала скукоживаться, как шагреневая кожа. Я все-таки продолжила рисунок в надежде, что потом удастся выпрямить лист. Но это не получилось. Я очень расстроилась. Называется, Влада сэкономила бумагу. Если вы знаете секрет прикрепления бумаги малярным скотчем к планшету, напишите мне об этом в комментариях. Я могла бы не рисковать и работать, как обычно, без воды, но мне хотелось что-то попробовать. Возможно, это даст чему-то начало. Это был первый опыт, первый блин комом, в буквальном смысле в этот раз. Но в любом случае было интересно. Из-за того, что бумага покоровилась, рисовать было неудобно и на работу ушло гораздо больше времени. К сожалению, не удалось в полной мере использовать водорастворимые карандаши. Но это не последний портрет, который я рисую. И в следующий раз воспользуюсь этой техникой, когда буду натягивать бумагу. Из-за всего этого я закончила работу тогда, когда она мне очень сильно надоела, когда я от нее устала. Хотя по-хорошему надо было еще порисовать и доработать ее. Насколько я поняла, Фаберы выпустили такое разнообразие форм графита для того, чтобы убрать у художника всякие рамки, чтобы он чувствовал себя свободно в самовыражении. Хочешь ребром мелка проведи по листу и получи текстуру, хочешь размывая карандаш и получай смешанную технику. Но я в творческом плане достаточно закомплексованный человек, и мне сложно так все отпустить и творить интуитивно импровизируя. Мне нужно время, чтобы распробовать новую манеру. Пока никак не могу сделать выводы и проанализировать, чем один портрет отличается от другого, из-за того, что у меня присутствует замыленность глаза, которая появляется всегда, когда рисуешь портрет слишком долго. Но я обычно вижу все особенности и ошибки, когда смотрю на работу через неделю или две. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что на него ушло неожиданно много моральных сил. Если хотите меня поддержать, просто поставьте лайк или напишите комментарий. Любой. Я просто хочу знать, что вы есть, вы меня смотрите, а значит все не зря. Спасибо вам огромное и всем пока!